Арифлейм представляет Велнес-прокачка День 9, 7 утра. Уже стартовала тренировка от Елены Санжаровской на проработку рук и плеч. Занятия базируются на упражнениях с отягощением и активных прыжках. Это приседания с бодибаром за спиной и сжимом вверх от груди. А также во время сгибания на бицепс. Все 25 раз по 3 подхода. Еще одно сверхэффективное упражнение для одновременной проработки ягодиц и верхней части корпуса. Выпады с бодибаром на плече. 20 раз на каждую ногу по 3 подхода. 10 утра. Участники встречаются с наставниками на лобном месте. Здравствуйте, друзья. Мы должны подвести какие-то предварительные итоги. Для того, чтобы понять, что вы усвоили. И если мне что-то не понравится, придется скорректировать оставшийся план. Сегодня мы продолжим, как обычно, нашу любимую тему про питание, секреты питания, все мифы о продуктах. Вечерняя тренировка. Сегодня будет сотка сержанта. Будет достаточно жесткая сегодня вечером нагрузка, потому что утром был такой лайтовый вариант. Держите. 10.30. Занятие дня. Сегодня этот тренинг «Хочешь научиться, учи сам» от Вадима Салманова. Он разбивает кемперов на три группы по трем ключевым темам пройденных лекций. Это ораторское мастерство, презентация, а также работа с возражениями. И предлагает участникам теперь поучить себя. А куда я должен смотреть? Вот там толпа будет. Не смотреть на одного человека. Нельзя смотреть вверх. Лучше, когда глаза перемещаются от одного человека на другого. Великолепно включать жесты в этом случае. Обращаться к людям, к себе. Так, чтобы руки не были приклеены, чтобы это выглядело естественным. Для нас это нормальная ситуация, потому что наш бизнес связан с тем, что мы обучаем людей. Это привычно было. Но, конечно, то, что на месте обучаемого человека был Вадим Салманов, это, конечно, немножко так создавало волнение. Это единственный способ запомнить и иметь практику, и отработать навык. Советы от Вадима Салманова. Делись знаниями с окружающими. Это поможет не только завязать больше полезных контактов, но и самому усвоить максимум информации. Когда ты будешь его обучать, то есть ему сказать, что люди не покупают продукт, люди покупают авторитет, выгоду. Перед презентацией кемперов ждет перекус. Это смузи из авокадо, шпината, соевого молока, льняных терен и ванильного коктейля Natural Balance. Ванильный коктейль, авокадо. Задание на неделю. Расскажи по всем правилам презентации последнее, чему ты научился любому свеседнику. Постарайся не только заинтересовать его, но и передать максимум знаний. Честно оцени результат. Цель задания была понять, насколько они поняли. Если человек способен передать ту информацию, которая у него есть, значит, где-то осознание будет. Вторая цель – это понимание того, что… Я, опять же, использую слово «научаться». Люди научаются быстрее, когда начинают передавать. Смотри новое видео «Тренинг. Хочешь научиться? Учи сам» от Вадима Салманова. На сайте с 16 сентября. 13.00. Обед. Сегодня это ризотто из бурого риса с морепродуктами вместе с овощным салатом. 14.00. Правильное питание. Тема сегодняшнего занятия – развенчание мифов о продуктах. Мария прошлась по пройденным материалам и еще раз опровергла популярные пищевые заблуждения. Везде очень много информации про питание, и очень часто противоречивые. И мне пишут вообще очень много людей с вопросами, такими как «почему после 6 нельзя есть?» Или еще что-то. У меня сразу вопрос «кто вам это сказал? С чего вы это взяли?» Не надо, наоборот, есть после 6 часов вечера, потому что организм не может в состоянии голода находиться более 5 часов. Потом он начинает питаться собственными мышцами для того, чтобы получить энергию. Да, это очень вредно. Сухофрукты – не диетический продукт. Практически все макароны одинаково не полезны. Советы от Марии Голодковской. Смотри на упаковку. На ней указаны количество калорий, содержание жиров, белков и углеводов, а также гликемический индекс. Учитывай эту информацию при включении продукта в свой рацион. Это спасет от ошибок приблизительного подсчета. Задание на неделю. Откажись от продуктов, которые еще недавно относили к здоровому питанию. Например, от макарон твердых сортов и свежевыжатых соков. 16.30. Участники уже собрались на вечернюю тренировку «Сотка-сержанта» от Елены Санжаровской. Сто раз присели, отдыхаем 30 секунд, переходим к следующему упражнению. Сто раз скручивание на пресс сделали с фитбола, отдыхаем, переходим к следующему. Все по сто. «Сотка-сержанта». Сержант сегодня я. Сначала участники выполняют подъемы с фитбола из положения сидя. Это аналог приседаний. Затем скручивание на пресс в верхней части корпуса, а также отжимания. Советы от Елены Санжаровской. Если тебе тяжело даются отжимания, начни выполнять их из позиции с согнутыми коленями. Это облегченная, но эффективная версия базового упражнения. Четыре, три, два, сто! Мы просто сегодня выполнили основные упражнения функциональные, которые можно выполнить собственным весом. По 100 повторений каждый участник. Кажется, было очень тяжело. Я на самом деле даже не думала, не верила, что девочки, например, сделают 100 отжиманий. Тем не менее, они это сделали. Задание на неделю. Через день выполняй свой любимый комплекс упражнений. Каждое делай по 100 раз, но не за один подход, а за четыре. Сними видео своих тренировок и выложи в соцсети с хэштегом «Велнес-прокачка». На четвертый-пятый день был пик. Я просто не представляла, что вот как я дальше протяну здесь еще такое количество времени. А сейчас уже такое чувство, что нужно все успеть, все обсудить, потренироваться по полной. Девятый день «Велнес-кампа» подошел к концу. Завтра участников ждут новые знания и испытания. Смотри новое видео «Тренинг. Хочешь научиться? Учи сам» от Вадима Салманова на сайте 16 сентября. Следи за обновлениями и прокачай себя вместе с «Велнес» от «Эрифлейм».